The people of the Japaneseaco are at 8.50 Так, и так, и так... Те... Те... Ух, был капец А, та-кей-тей, та-а-тей-тей А, твой капец был, тал-тей-тей А, тей-тей-тей-тей А по-бистри А еще без три, тогда я только покажу, только без тарапочек, но вам будет слышно. Не слышно. Слава Богу. Потому что когда качать начался, у нас есть нить. Когда есть два теории. Один, люди говорят, что Бог сожрал. А второй, люди говорят, дикой человек как-нибудь начал разговаривать жестами, начали играть ритмы, потом потихоньку, потихоньку, когда они стали более умными, они его концентрировали, учили, и прекрасный один умный человек создал какие-то надписи, какие-то правила, и так появилось классическим. Это один мир. Если дикий человек прошел классическим. А один говорит, что Бог Шива, который вы видели такие позы. Он создал танцы, он играл барабан дамру на руках, и танцевал ногами, пел. И создал классический танец, который, говорят, около 7 тысяч лет назад он создал это. Потом его один из учеников, танду, учил человека, пол Бога человека. Этот человек писал книги правилами. И вот эта книга называется «Бхаратнаки шатра», которая до сих пор легендарная книга, которая следует вся классический танцюр. Там все так деталами написано. Это книги не о танце, это книги о драме, драматическом искусстве. Там из строитель до духовности все подробно написано. Там 1800 страница, вот это время написано. Но там очень много написано про йога, про драматации. Потому что когда человек от себя что-то делает, внутренне что-то происходит. Например, как показывает зрение? Вот так когти делаете? Сильно. Вы чувствуете, как я по всевам так делаю? Есть такой? Агрессия есть? Есть. Есть агрессия так сильно. Есть так, когти. Чувствуете? А меня покажите? Нету силы. Вот так. Верните мою руку. Чувствуете? Конечно. Вот так делаем, так сильно. Вы можете спокойно, через два минуты у вас будет агрессия. Вот так кулак держим сильно. Это тоже жесть. Придет агрессия. А руки расслабим, и вот это два пальца держим, и мозг концентрируем в этом точках. Сразу ваше сердцебиение будет медленняться. Девушки танцевали так. Видели? То вот это мудры, которые йоги используют, мудры, которые тандры используют, также танцы используют. И во форме медитации танц быстрее успокаивает человека. Человек медленной станет. Человек быстрее соображает. Музык и танц лечит человек. Сядь медов и стресс уходит. Вы включите любую музыку, которая вам очень нравится. Закройте глаза, и ваша душа рада. Да? А слушайте песни, которые вам не нравятся. Вот этот день ваш муж будет жалеть, потому что еда будет вообще плохая. Это правда, когда ваше настроение нехорошо и вы готовите плохо. Правда? Или просто так уже плохо? Ну вот, сейчас я вам просто некоторые вещи покажу. Не только вот это. Если еще пошевелиться чуть-чуть от руки, руки, расслабимся. И вот. Это что? Это олень. Олень. Это коробка. Олень. Это коробка. Три. По הנстарку. Олень. Это мед. Мы и знаем. Олень. Вот это змея. Как кусает. Да? Вот есть лук. Лук. Эта. Тинса. Делайте. Делайте. Магики. Вот. Су матрица. Су матрица. А вот. Это попугая. Вот попугая. Видите такой рот как попугая. Один вещь. Это по научному. Говорено, что окончание нарвы здесь есть. Да? И когда мы их как-нибудь не образом делаем, это надо активировать. Когда наши волцы на разные точки трогают и разные формы делают, и здесь идет очень много манипуляций. И здесь ваш мозг область начинает активировать. Таким образом танц делает человека более адекватным. Более сообразительным. Просто это наши люди, которые были раньше, драмисты, йоги, танцоры, соображали. И думали, если мы показываем интересные истории, помочь танцам, она будет помогать танцорам. И также обществу, которое будет ее видеть, как вы ее будете повторять. Я только жест говорю. Я еще про Минника не говорю. И вот это глаз так, 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 щит так, брови так. Все двигает отдельно. Контролирует тело. И как? Живот не могу. И здесь не смотрите. Индийский танц говорит о душах, а живот не душа. Но это я говорю. На самом деле, хорошо, танцоры, они очень стройные. Я то больше преподаваю. Поэтому позволяю себе это удалось. Катха Каверису Катик Каа. Человек, танцор, который умеет говорить рассказ, то называется Катха танцора. Значит, когда мы танцуем, мы обязательно что то рассказываем. Если мы говорим тат, 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 тэйзаты дигдхей. Вот девушки танцевали. Они ничего не рассказывали. Они просто танцевали. Тат, 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 тэйдаты, тэй. Вы чувствовали, когда они все танцевали? Нет? Они сердились. А, нет, это уже не технические композиции, они это эмоционально показали. Это уже форма разговора. Потому что когда с кем-то общает, легко соображать. Еще труднее, когда один человек только показывает что-то. Как у нас Нина показала, и мужчина, и женщина. Конечно, у нее мимика не так богатая, как у меня, но все равно она могла хорошо соображать. Потому что у нас считают, что танц – это мужской человек. Во природе мужчины танцуют, а девушки. И замуж.